Капибара напряглась. Шерст на загривке стала дыбом, ноздри раздувались. Она медленно водила головой из стороны в сторону и нюхала воздух. Что-то невидимое глазом ее насторожило. Этим утром они бесцельно слонялись по центру города в поисках новых знакомых или старых приятелей. Но ни тех, ни других не находилось. И Хорхе решил заглянуть на огонек Ван Линю, тому самому китаецу, который купил те самые часы. Время от времени Хорхе запросто заходил к тому посплетничать, политики, забастовках. А китаец заваривал вкусный паэр, угощал Хорхе личинками в сахаре, и заразительно при этом смеялся. Сегодня утром он лежал в подсобке с перерезанным от уха до уха горлом, и уже не смеялся. «Что же здесь произошло, мать твою?» — сказал старик сам себе и подошел ближе. Часов на руке не было, хотя они должны были быть. Китайцы не нравились, и он их не снимал, никогда, мол, руки, никогда ложился спать. Сейчас их не было. Рядом валялся опрокинутый стул. Все остальное было на своих местах. Хорхе выдвинул ящик для денег. Кольт 38-го калибра тоже был на месте. Или он знал убийцу, или они его застали врасплох. Ничего другого, на первый взгляд, не взяли. Значит, пришли не грабить. Пришли за часами. Где-то засветил, и кому надо, увидели. А если он успел сказать, что получил их от меня, тогда нас уже ищут из аура, — тихо бормотался я под нос старый испанец. Без этого получается, что этот кто-то думает, будто незнаком-то в переулке прикончили мы, и попытается нас отыскать. А что дальше у него на уме, знает только дьявол. Недолго думая, Хорхе взял кольт, привычным движением откинул барабан. Да, все на месте, заряжен. Ну что ж, не пропадать же добру. Давай прихватим с собой. И не помешало бы нам на некоторое время спрятаться, а может и уехать куда-нибудь. Только надо найти Хулию и предупредить. А то случайно нарвется, и жизнь ее закончится абсолютно бездарно и нелепо. Пойдем отсюда. А по пути подумаем, что нам делать, и кто это ходит по городу и убивает всех подряд. Они вышли на улицу, стараясь оставаться незамеченными. Но, скажем правду, удавалось им это не очень хорошо. Человек с Капибарой – нечастое явление на улицах Барселоны. Тем более, что старый Хорхе был широко известен в узких кругах. И редкие прохожие нет-нет и бросали на них косые взгляды. Не оглядываясь, он быстрым шагом пошел в сторону площади Каталонии. Следом за ним семенил на своих коротких ножках и негромко хыркал от наступающей жары Капибара и Заура. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Субтитров А.Семкин